всем доброго дня дорогие мои ну вот этот ролик опять же по вопросу моего подписчика мои мои подписчицы подписчика это мужском роде подписчиц это женском роде а еще с прошлого канала вот и она спрашивает про квартирный краж бывает ли тут квартирные кражи я вам сразу хочу сказать что все что присуще везде по всем странам это не только турции и в россии и других странах и в америке везде преступления совершаются и кражи и грабежи и убийства изнасилований и все что присуще это везде и присутствует и тут где-то меньше где-то больше вот поэтому сказать что вот здесь вот идеально в плане вот что вот дверь открытым оставил ушел это неправильно будет и что никто не от самое у меня на моих этих на мои мои друзья которые здесь живут они столкнулись в анталии с этим делом тоже вот вот женщина давно я про нее не слышал она тоже пенсионерка жила со своей дочерью калече калече или в лари где там она рассказывала что она на втором этаже жила ночью прямо через балкон залезли когда они спали воры и только крики там это самое заставили это воров ретироваться они через балкон ушли и моего подписчика еще и друга в лимане живет лиманин в курме по моему лимане нет самое вот по моему лимане вот у него ночью залезли тоже прямо год дочь аж крикнула год высокий двухметровый у роста и он год убежал короче но они подали полицию вроде нашли этого человека но не посадили и заставили возместить то что он украл там телефоны что-то украл вот вот вчера было тоже газе паше там также такая же штука кража в среди белых ночи зашли когда они спали и спасла горки единственная собака потому что собака начал лаять поэтому дома иметь собачку даже просто как мы называем помните звонок маленькую собачку это мне кажется даже сам это хотя бы вас предупредить это вот есть это дело сейчас тем более экономическое видите как вот у многих нет работы цены пошли по поднялись в это все влияет на это тоже вот теперь мошенничество мошенничество это она присутствовала здесь где-то больше где-то меньше стамбуле больше конечно других местах меньше но она тоже существует я вам же рассказывал метод работы анталийских местных бизнесменов так называемых то я и бы не причислял бы бизнесмена потому что порядочном обществе вот таким бизнесменом порядок бы не сидели бы потому что бизнес он бизнес он должен быть все равно вот какие-то иметь какие-то моральные лица а вот такой бизнес который извините делается на обливание грязи людей на сплетнях это уже не бизнес это же не вы ну как я вот могу вот например с вами познакомился вы не успели за дверь выйти я вас вообще ничего не знаю и про вас говорят плохое здесь это принято чтобы это дело как бы отбить вас от этого человека к себе протянуть это обязательно это могут даже истории продумать что вы там про этого человека сказали такое что ужас короче на самом деле ничего этого не будет это для того делается чтобы этого человека к себе потянуть денежными этими кидняк вывод сейчас комментариях написали что ваша подруга стамбуле самая жила детей тоже бросила вот и двоих детей оставила мужу с дочка переехала через три года нищие уехала обратно таких здесь очень много и это не только здесь ребята недавно по моему где-то лет 10 назад была такая история что новосибирская женщина с тремя детьми замужем жила познакомилась по интернету с африке с африке с одним мужиком бросила детей на мужа и улетела корж в африке родила от этого мужика двоих детей осталось там жить всякая бывает жизнь сейчас удивляться чему-то не стоит вот как же вчерашний вот это в отеле вот околпашили вот эту девочку девочка женщину с деньгами более полтора почти полтора миллиона вот такого здесь очень много больше я хочу сразу сказать что наши снговские женщины не только я сразу хочу остановиться на этом не только российские женщины но и казахстан там киргизия украина белоруссия кстати для тех мужиков которые здесь даже руках еще доллар не держали даже доллар руках не держали до этого для них наши девушки наши женщины очень даже хорошая пара пара это и пара такая по нашему и пара по их деньги вот поэтому они здесь сразу становятся я же вам говорил что уже чуть ли не богачами потому что наши люди они не говорят турчанка например они ученицам восточные женщины все в основном такие что короче вали отсюда них он не будешь работ вали отсюда мне деньги принести заработок и я уже вам рассказывал что у них закон трех ключей работает это один ключ это от офиса второй ключ от машины третий ключ от квартиры а нашим только любого давай вот как вы и знаете видели вы сказали написали вот моя подписчица вот свои комментарии что даже детей бросила переехала но это же ну чё сказать-то но пока у нее деньги были он ее любил вот тоже самое пока вот потом еще приезжает сюда там продавая и квартиры и все и родителей заставляет раскошеливаться здесь и квартиры покупать и машины и еще потом извините блогерством заниматься в риэлторством незаконным ногти делать брови делать парикмахерским услугами наши женщины были прямо вот это самое да вы правильно что комментарий написали наши женщины готова вот так но опять же я хочу сказать опять же да это было бы неправда если бы наши женщины это бы делали бы всем нет это надо уметь вы понимаете вот вот уметь вот так вот так вот так раскрутить женщину уметь вот так вот чтобы она вот и купила и квартиры и машины его содержал это очень даже это очень тем более наших женщин у меня вот знакомых женщин очень много вы чё нафиг с них 100 долларов не возьмешь хотя у них там на счетах по 100 по 200 тысяч долларов у некоторых даже полмиллиона долларов я не я знаю вот и они говорят и попробуй хоть 100 долларов да вы чё нафиг они наоборот с тебя а эти молодцы они вот понимаете они вот умеют все таки умеют все таки понимаете умеют и это надо отдать должное что как они вот раскручивать вроде бы трехклассным образованием дать мужик да как вот раскручивает девушку нашей женщину которая извини два три высших образования мне кажется это высшее образование или куплены где-нибудь там подземном переходе или просто так без посещения аудитории без без всяких этих да что настолько попадаться вот на такой да но есть такой хороший пословица поговорка любовь слепа любовь слепа и они неплохо для на для для местных вот этих не умущих женихов не умущих женихов которые даже мечтать не могут чтобы извините иметь и квартиру и машину вот наша хорошая пара составляет они все для них сделают вот но они вот как вы написали своем этом даст там более вот так я же говорю еще раз да у бесплатный кубик дешевый курсе дешевый суп конец 1 как у вашей подруги только приход денег закончится все до свидания чемодан вокзал домой и крики о помощи по всем соцсетям помогите спасите вот это вот поэтому говорить им что-то вот а вот это неправильно и бесполезно это бесполезно вот та женщина тоже который вот на днях ограбили вот это в отеле и у ее же любимый которую это самое кому она приехала да наверняка она уже давно видела такие же ролики не только мои да нет они говорят со мной этого не произойдет вот у людей такое это да вот именно со мной такого не будет ничего подобного нельзя этого говорить что вот у кого-то это никогда не надо смеяться над этим человеком у нас у туркмен есть такая поговорка пока у тебя растет дочка никогда не смейся над непутевыми женщинами никогда на тебе это может повториться пока у тебя сын растет никогда не смейся над подонками на дворами это какими-то жуликами потому что у тебя сын растет еще неизвестно что будет поэтому никогда не надо над кем-то смеяться над чужой бедой над какой-нибудь проблемой что это вас не коснет не коснется это и вас коснется именно коснется вас тоже и вы скажете господа меня-то за что а их за что тоже люди не ожидали тоже люди верили во что-то святое тоже люди хотят верить что-то святое хорошее искреннее вот я вам утром рассказывал что вы тоже комментариях хорошо написали что мы вымирающие люди уже которые вот открытой душой мы хотим во всех людях видеть таких же как сами вот все в чем наша беда вот мы хотим вы например порядочный да вы хотите других тоже видеть порядочного вы никогда не сможете сказать что это никакой непорядочный он подонок еще топе или еще нет и вот в этом наша проблема понимаете вот из-за этого мы страдаем вот теперь вот эти трудные времена начались для наших людей да вот я думаю что это еще будут продолжаться очень долго я думаю что это быстро за два за три дня не закончится те которые уезжали год назад уже почти год скоро будет они тоже думали что это все будет 3-4 месяца как видите длится долго еще наверняка будет длится долго поэтому надо всегда друг другу соучастие посмотреть понимаете вот нельзя смеяться над чужой бедой никогда нельзя то что с кем-то происходит такое же может произойти с вами же вот ну вот по преступлениям вернемся к этому все присуще здесь тоже это есть но я хочу сказать что я был и в стамбуле вы мои помните ролики да в анталии вы сами знаете а сколько жил здесь же я почти год скоро буду я живу да я вот это три города сравнил в стамбуле стамбуле так как 15 миллионов населения почти 20 миллионов нелегалами там со всего света там сборище понимаете поэтому там вот такой вот даже сами турки говорят колобалок стамбул колобалок анталии анталии возьмем то же самое почти то же самое почти искатели приключений всякого рода джентльмен удачи понимаете воровки на доверии которые теперь стали почему-то риэлторами поводырями это обычные воровки на доверии большинство из них вот всякие которые уклонисты не уклонисты от армии я имею ввиду от каких-то обязательств кто-то оставил долги где-то сбежал мне один знакомый рассказывал что один здесь знаком блогер который есть тоже приехал из россии у него кредитов 5-6 кредитов россии его везде ищут а он спокойно сидит ролик у него кредитов от россии говорит на несколько миллионов большинство понимаете турцию выбирает для того чтобы как отстояться как бы скажем так отсидеться от всех бед где-то наворовали где-то украли где-то кого-то обидели от кого-то сбежали все вот это тоже из этого большинства всего маленький процент маленький процент который просто решили что погода хорошая для здоровья решили на старости лет пожить нормально теплых условиях так и очень мало вот именно кстати вот такие и попадает под эти вот например всякие вот эти санкции мансы сейчас видите как пенсии как они уже не смогут это самое вот так спокойно жить где они это сейчас все дорого пенсию не могут получать гражданство нету ничего нету а эти которые уже такие искатели приключения дать джентльмены удачи дать джентльмены удачи своровал попал тюрьму вышел своровал права вот такие вот наоборот они ничего не пропустят они даже на святом я вот выставишь даже пасхальные гуляния вы сказали сами я вот честно говоря оказывается вы православный правильно написали вот комментариях что оказывается не бывает пасхальные гуляния а я думаю почему это пасхальные гуляния такие пасхальные видите как вы в комментариях правильно писали заради денег они могут даже организовать я думаю чтобы это самое людей привлечь что явление христа народу а что народ поверит действительно наверное это я много чего здесь за девять лет виду наши люди очень шустрые я даже помню когда чп было вот с нашим самолетом в 2015 году шнягу распространили что подводные лодки будут россиян забирать из пляжа кони алты чтобы все вышли в кони алты на пляж и многие выходили кони алты пляж подводные лодки будут собирать друг друга звонили шухар наводили многие кстати воспользовались этим что сейчас такое начнется да ничего не начнется все нормально у нас умеет воспользоваться моментом на горе на беде на чужом несчастье придумывать всякие вот это понимаете правильно задорнов говорит американцы умрут наши нет выживут наши вот здесь даже апокалипсис будет американцы если даже умрут кого это он же говорили наши выживут везде во всем вы сейчас написали комментарии что за то что звонит люди 5000 получает да за час консультации да да вы чё если даже такой скажу того что упаси боже иногда мне телефон греется же от этого от того что начинает звонить и что самое главное после того как получили консультацию сделали свои дела тебя уже напрочь забыли год минимум полгода через полгода опять какой-то это опять звонок как будто ничего не было почему ты до этого не звонил ты просто не здорово как я живу жив ли я вообще нет что ты просто так позвон как ты жив ли за не 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 вы что а люди которые 5000 получают правильно делают вот тоже написала моя подписчица что здесь одна один на соотечественных блогер за любую консультацию консультацию по телефону 500 лир правильно держать время такое а раз уже это самое я сейчас говорю я за рулем хотя и в это время спокойно смотрю телевизор я знаю потому что только я все расскажу как куда ходить некоторых даже здесь а вот человека направил по телефону дважды проконсультировал переводчиком на телефон и что думаете он мне потом позвонил я отблагодарил нет конечно упаси боже да вы чё вот поэтому с этой жизнью привыкайте другого выхода нету иначе вы сами вы своих комментариях у меня вот вы правильно писали что на мой канал попадутся люди потом не уйдут потому что мы старого поколения люди привыкший который говорит белое белым черное черным вот сейчас мы вымирающие люди умирающие люди сейчас на фальши на сказках на обмане иногда смотрю просто у меня на ленте выходит я хотя на них не подписан наши блогеры которые здесь да такие сказки рассказывает а заслушаешься а ему ничего и не надо ему нужны только просмотры потом раз смотрю вниз просмотр два часа назад загрузил двадцать тысяч просмотров лайков за обычно туфту за обычный туфту нам туфта нужно нам не надо это как мне недавно у меня был товарищ он говорит знакомый а ты знаешь что в москве автомобильный завод как москвичка водродили уже год машин начал выпускать ягод по моему он был закрыт и ягод завод ягод уже горд новая марка москвича я как это ягод за как это ягод месяц-два вот это рено что ягод уже москвич появился что ли машинку уже сконструировали лучше кого чем америка да ты чё там посмотрел это китайская машина просто шпильники поставили вот это москвичи все нам только что понимаете вот мы любим вот так вот завтра скажет наш трактора его тракторный завод и трактора наши хотя он будет китайские там вот это написано что наш волгоградский тракторный завод липецкий тракторный завод алтайский трактор на самом деле нибудь там ничего этого мы любим вот это понимаете вот клеить вот эти чтобы изображать хорошие хорошие на самом деле не настоящие это уже ну вот это больше людям нравится ягод так не могут ягод за это время москвича сконструировать новую модель машины машину завод же давно закрыт на его месте уже это то же самое автомобильный завод зил на месте сейчас строить желез жилой комплекс все заводы закрыт в основном волгоградский тракторного полностью все закрыты выше сталинградской с это же трактора выпускали на которых еще мой папа до армии и он ведь сам он говорю что нас это же говорить я ездил как универсал с это же трактора старинные алтайский тракторный завод липецкий тракторный завод да даже далеко уходить не надо он пожалуйста себе электромотор томский завод контур который заводы в основном были заводы томске двойного назначения которые выпускали и такой продукции и такую продукцию военную и гражданскую где сейчас там на месте них строят это самое жилые комплексы элитные вот так вот такие вот дела ребята я вот сегодня посмотрел за год сколько наши люди вывезли за границы денег миллиарды миллиард долларов узбекистан казахстан армения но казахстан меньше там 800 миллионов остальные меньше двух миллиардов нет казахстан весь вывод вывезли вывезли деньги все куда-то бегут ищут на чужбине счастье я не думаю что счастья на чужбине не найдут счастье только там где ты родился навел у себя порядок дома все равно вот это будет твое на чужбине навел порядок если даже это все равно никто я в Анталии это понял весь двор облагородил виноградник 24 метра длиной 4 метра шириной вот этими руками фруктовые деревья мандарины, яблоки, груши, гранаты и что мне кто-то спасибо сказал что ли потому что я на чужбине это все сделал прищельности сделал вот у себя бы я сделал да соседи бы люди бы сказали бы да молодец все нормально на чужбине ничего ты спасибо не дождешься редко где редко 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 где ладно всем хорошего дня хорошего настроения была у нас беседа сейчас подольше но поживем увидим что будет дальше ребята но мой прогноз такой что ничего лучшего пока нас не ожидает я пока просвета не вижу скажу вам честно вот просвета к хорошему я не вижу пока все хвамблак пока 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 пока